Мур, привет, друг! Это Зверько и обновление 1.4.68. 15 апреля будет доступен новый облик на Наталью, Киберпризрак. Стоить будет 749 алмазов. 14 апреля вновь вернут в продажу эпический облик на Виксану, Кровавая Роза. Будет он стоить 899 алмазов. На все появившиеся скины скидка 30% в первую неделю. 15 изменения героев. Ло Ии. По силе судьба Фрейи. Упрощение. Кстати, Ло Ии пока на тестовом. Убрали первый навык, а точнее его свойства раскидали по другим навыкам. Теперь стандартно 3 навыка. Первый. По-прежнему выстрел по прямой, но теперь меняет стихию меток после каждого выстрела, что упрощает спам навыкам. Уменьшили частоту тика урона, но увеличили сам урон от поджигания. Второй навык. Теперь метку не навешивает. Получается просто метка ставится на поле боя. Также меняет стихию после применения и под дета придется подстраиваться. Ульта же получила пассивку убранного скилла. Она теперь вдобавок уменьшает перезарядку на 5, 10 и 15%. При применении камера теперь следит за местом телепортации, что будет мешать, если вы пытаетесь сбежать из идущего боя. Хоть и упростили персонажа, но играть им все равно интересно. Ждем-ждем. Еще один герой тестово, но скоро должен выйти. Пополь и Купа. Базовая физическая атака увеличена на 2 единицы для всех уровней. Вот это баф. Пассивка. Усиленная атака от накопленных меток теперь срабатывает 1 раз. То есть бонусный урон и урон от автоатаки считаются за 1 удар, а не за 2 отдельных. Третий навык. Уменьшили перезарядку ловушки на 2 секунды для всех уровней. Ульта. Увеличили атаку для Купы с 35 до 50 единиц. Лилия. Ульта. Давненько прибавляли перезарядку ульты. Теперь уменьшают. Было 50, 45, 40 секунд. Будет 40, 36, 32 секунды. Баданг. Второй навык. Теперь перезарядка 10 секунд на всех уровнях. Ранее он был 12,5 секунды на первом уровне и 10 на последнем. Ульта. Базовый урон уменьшен на 30 для всех уровней. Соответственно, уменьшен и урон от взрыва, когда цель у стены. Кэрри. Пассивка. Уменьшили урон от срабатывания меток на 1%. Сейчас 6% и 12%. Второй навык. Перезарядку прыжка очень мелко увеличили. Было 5, 2,5 секунды. Теперь 5 и 3 секунды уменьшаются к 6 уровню. Сильвана. Первый навык. Теперь не ускоряет ее. На мой взгляд, спорное решение. Он как раз и выделял Сильвану среди бойцов своей беговой подвижностью. Линк. Пассивка. Базовый шанс крита уменьшен до 15%. Раньше было 30%. Это будет ощутимо. Другие изменения. В экономику добавили. Теперь, если убить перефармленного противника, когда ваша команда отстает по голде, все пятеро получат бонусные золотые. Бонус будет рассчитываться как разница между средним количеством золота отстающей команды и золотом перефармленного убитого врага. Таким образом, на ганкеров повысится ставки в игре, а перефармленного от ДК придется внимательнее оберегать. Ожерели заточение. Изменили формулу крафта, сменив волшебную палочку на загадочный сосуд. Общая цена стала меньше на 100 золотых. Магическая сила уменьшится с 65 до 60 ровно, а сокращение перезарядки было 10%, теперь будет лишь 5%. Вот за последнее обидно, ведь предмет так отлично вписывался во многие сборки магов. От нерфа пострадал еще и меч охотника на демонов. Уменьшили вампиризм за удар. Был 4%, будет 3%. Суммируется по-прежнему до 5 раз. Вот такое нерфянистое обновление. Пиши в комментариях, чур без мата, что думаешь по этому поводу. Не забудь подписаться на мой канал и заглянуть на Голос Зверьком. Там появляются видео, которые еще никто не перевел. Удачных боев, друг! Тупый яд, а так ушел, мертвый отряд. Они жили, чтоб победить, что любого, то уже не убить.